Очень интересно, очень мощно все зашло, эмоциональные диапазоны, сессии, то есть интересно побывало вольном, потом миром. Трансформация мощная получилась, теперь у меня тоже таллиговский чит-хот работает, когда в груди что-то вжим, значит все круто получится. Освоил путь с карпами. Карпов не встретил, правда? Там как бы получилась способность заходить в любое, ну как свободно перемещаться в любое инфраструктуру. Офигенный вопрос. И как бы вот это вот пропало ощущение, что если ты выходишь в холодную воду, можно спокойно прыгать. Мы будем смотреть, как это вообще в дальнейшем жизни отразится, потому что изменения будут какие-то существенные. Всем спасибо. Это Job Так. Юлия. Спасибо. Красивая форма. Все же важно. Ну я, правда, не ожидала. Я думала, я в конце. Ну что сказать, я вообще под огромным впечатлением от 1-2 недели я не ожидала такого. Я, мне кажется, взяла все, что можно, все, что смогла, и даже то, что не хотела. Так что, ну спасибо огромное, спасибо тебе за такой тренинг, за то, что ты собрал здесь вот всех людей. Мы все такие там, занимаемся тем, 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 все как-то мыслим в одном, да, наушники, но где бы мы еще и когда вот так встретились и так провели эти 2 недели, когда, ну просто объединить такое количество офигенных людей, это просто, прямо, это очень, очень ценно. Спасибо большое. Спасибо всем участникам, группы. Вы невероятные люди, правда. воплощенные. Все почувствовали? Да, 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 да. Так, Шухлина Светлана. Следующая. Спасибо. 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 Так. Угу. Ой. Так, я тоже не пойду. Даже не просто осозналась не подготовилась. Прошу за это. Тогда выражу просто благодарность тоже. Благодарность. Хотя я, кстати, заметила, что вот эти вот по шкалам, по-моему, выходили. У меня тоже практически. Ну только из ближайшего прошлого какие-то там и ситуации выходили. Ну и тоже так. У меня это сильно заряжено. После третьего дуя чувствуется, что все по-другому. Но, кстати, каждый раз все равно что-то там более новое, более глубокое, какие-то тонкие моменты все-таки понимаются по-другому. Все больше интегрируется, понимаем, как работать с эмоциями, что это такое. Вот поэтому очень хорошо, что этим бывало. И очень тоже рада с вами тем, кто будет со мной и в тройках, и в тройничках. И в втором. В тройничках. В тройничках. Да, да, да. Олег, какая-то антенна практика была, я понимаю. Я все на камере. Все это снималось. Невероятно. Помогало невероятно осознавать все, проживать. И теперь, опять же, остается реагировать в моей жизни, в моей ситуации, в своей личности. Все, спасибо. Я так и думала. Я так и думала. Я так и думала. Я так и думала. Ты думаешь, сколько больше? Ага. Две недели прилетели, как будто это было, не знаю, два дня, особенно солоду, вообще за один спошел. Да. И я хочу сказать большое спасибо, Олег, тебе за то, что ты не бросил. Куличиками. И продолжим вот то, что такое-то огромное дело выросло, которое им дает невероятный и ресурс, и понимание, и осознание, и навык. И вот самое интересное, это навык, это пространство, это что-то вообще волшебное. И огромное спасибо каждому, каждому из вас, кто был здесь все это время, кто разделял это пространство, эти эмоции. И я очень благодарна себе за то, что я здесь, и но всем, за то, что ты здесь. И Олег, тебе еще раз спасибо большое. Спасибо. Так, по-другому Екатерина. По-другому, чей зовут? Екатерин. Я не знаю. Но он изначально был балмовин, но... Он помешал все. Ну, нет, по-другому. Что сказать? Соединяюсь. Ну, в общем, чувствую классное состояние сейчас. Вспоминаю те запросы, которые мы ставили в начале тренинга. Это два личных и работа личных профессиональных навыков. Ну, по ощущениям, что я вообще-то себя все прояснила. Вот, это для меня очень ценно. Вот, более того, какие-то большие жизненные такие ситуации проработались. Вот, еще больше чувствую себя, осознаю. Вот, невероятная благодарность каждому участнику в процессах. Вот, Олег, тебе благодарю за наше «Я», за чувствование себя, за такую возможность. Вот, это очень круто. Жить и чувствовать. Все. Спасибо. Денис, ты, два. Следующий. Ой, скрыт. Подыхай, подыхай. Подыхай. Ну, когда стало прекратить время, значит, уже покупать билеты на практику, я думаю, блин, что мы там будем делать? После суперсерии, как и серии, оно так было, вот, прям, да, надо, хочу, потому что поугасло. И когда вот это прошло, за это несколько месяцев, блин, вообще непонятно, зачем, может быть, вернуть бабки, там, подайся, это иначе. Вот, а сейчас, конечно, ну, очень много, мне сложно это все вложить в несколько слов, там, каких-то, там, пару минут, если все это вспоминать, колоссальное количество упражнений, какой-то устроенной системы, ну, может, какие-то даже вот на базе этих, вести какие-то маленькие, начать, там, вести какие-то там занятия, чтобы, ну, людей просто вот дать почувствовать, прикоснуться к этому знанию. И вот у меня был такой опыт медитации, и вот там как-то все происходило так спонтанно, то есть там делайте что-то, там, внимание там направляйте, там, куда-то не пойму куда, а здесь я увидел вот именно такую устроенную систему, то есть как вот можно, там, что происходит, по сути, вот, когда еще там, то есть научный какой-то подход к тому, что я понимал, как какую-то такую спонтанную медитацию, здесь я вот прямо почувствовал, как можно управлять вниманием, там, осознавать пространство, как это влияет на взаимодействие, вот почему, да, в чем это определяет там успех, там, где неудача, и оно просто вот появилось действительно какого-то, во-первых, большое количество инструментов, которые сейчас мне хочется вот строить жизнь, и вот это вот последнее вот упражнение, которое было завершающим, с осознанием, там, точки зрения, тела и себя, оно вообще как-то так вот все очень так мычно подытожило, и для меня оно вообще как-то ключевое прямо, я решил, что встрою его в жизнь, просто буду практиковать, ну, я там с утра, там, минуты по десять, хотя бы пятнадцать там вечера перед сном, просто чтобы вот собирать вот это вот, ну, приучать себя к сознанию, пространство себя, там, точки наблюдения, оно такое какое-то интегрирующее. Совершенно неожиданно, вот вчера во время демо-сессии, конечно, я вот там вот это вот дырнул там вот черепашку, прям вот этого, в теплую вот эту штуку, это для меня такое какое-то оказалось прямо очень ресурсом, интересным, таким опытом и состоянием, у меня сны какие-то сегодня были тоже очень прямо, оно что-то прорабатывалось даже где-то вот уже за грани вот этого создания, что-то безописанательного там какие-то важные процессы. Вот, поэтому это очень классно, я очень рад видеть тех, с кем был и на суперсерии, и новых участников, и с кем-то работал больше, с кем-то меньше, и всегда это было для меня каким-то новым таким как открытием. Благодарю всех и каждого за то, что мы здесь все вместе в пространстве были. Я, Даша, и Олег, как… Твои знания, они какие-то… Насколько бесконечные все объявляющие… Смотрю на тебя… Блин, как там это называется? Клирт этого вообще откуда? Ты откуда? Я надеюсь, что… И самое главное, чтобы это все в жизни так плавно перетекло и расширялось уже в реальном пространстве, не в этом, то есть внутри револю, а вот… Привычное, меское такое… Да, надо, чтобы там ты давал свои плоды… Стеклов Владимир… Спасибо… Ну, когда приехал, действительно, сам не знал, чего ожидаю, но как-то поймался на мысли, что ожидал чего-то совсем другого… Впечатлений было много, процессы шли в теле, но я как-то не мог стремулировать это даже для себя… Ну, вот вчера подумал… Повыдругался… И такая уверенность пришла четкая, что приехал не зря, а то перед этим не были сомнения в последний момент… Ну, пока идут вот… Все-таки у меня, наверное, осознание… По «УНу». По «Уну»… По «Уну»… Наверное, придут похожие. По «Уну». И очень на это надеюсь. Спасибо. Спасибо, Олег. Спасибо всем. И… Смирнов Александр… третий да, третий было ну что хочу сказать ну, конечно, благодарность Олегу за такую шикарную возможность потренироваться сделать то, что они в другом месте сделать, встретиться с людьми с кем-то подружиться поближе, познакомиться вживую раньше не было с кем-то, просто еще встретиться кем уже знакомил хорошо ну, то есть, это такое шикарное место, которое в большей неделе такое душевное-нумышленное общение вот это вот первая, так сказать, такая часть такой, совершенно отличающийся от обычной нормальной жизни место и время и качество общения оно шикарно, уникальное, но бесценно даже если нет ничего остального, это уже достаточно но ее бы не было всего остального не было, к сожалению вот по Солоуна было у меня очень глубокое состояние завершенности были еще какие-то дополнительные сознания прям, ну, такое мощное завершение было вот, по Дуе нет полной завершенности надо будет еще раз приехать четыреты вот я отбитался сколько раз было? и прожить по-другому какие-то события в жизни, которые были которые я не позволял себе там дневнице проявлять там, по крайней мере, я проявил то есть здесь очень большое прошло пока еще осознать толком как-то вот Дуе сложно я как-то вот пока еще не пошло но вот то, что здесь очень глубоко работает вот это, то есть каждой ночи какие-то сновидения там, на каждой можно отдельную книгу написать там, этих психоаналитиков там работа на месяцы, на годы то есть таково под кокаином надо работать да то есть такая мощная работа и позже нам будет сознание позже нам будет учеба и, кстати, есть там же упражнение есть последнее для закрепления успеха надо обязательно его сделать тоже потому что я один раз сделал мне очень дорого я думал, закинул его в чашик но это чуть попозже на это через две несколько дней пройдет да, через две через пять но я всем рекомендую потому что без этого очень много потеряется вот именно подсознание так вот, когда она доступна еще можно через упражнение кое-что достать осознание да, это важный момент чтобы не было типа трипа такого что типа кайфанул что это было что он правда выветривает сейчас какое-то время при одному же что я уже как ничего не помню очень полезно сидит там что-то типа дневничка вести во-первых а во-вторых в какой-то момент сесть и сделать некую финальную сессию просто расканировать вспомнить упражнение вспомнить там состояние как-то прописать задать себе вопросы почему это все жизнью можно применить как она что дает может быть там за неделю наблюдения появятся измененки которые по-другому как-то с людьми взаимодействуешь где-то в ситуации где раньше ты боялся напрягался не мог расслабиться вот вот еще такой эффект психологический когда стоишь на одной стороне пропасти у тебя страх что это сейчас самый главный момент в жизни либо это случится либо не случится когда уже на другой стороне это прошло все впереди другие вещи монеты важность резко схлопывает с этого дела по такому воспринимаешь тут поэтому надо пока еще все свежо зафиксировать ну огромная благодарность всем и каждому кто вложил что-то в мое пространство если я что-то смог дать от себя тоже здорово в общем классно всем спасибо Никитин Александр спасибо в живую потрогать это все горы все закрыты горы все закрыты горы все закрыты развивалось здравствуй я с Вами да нельзя раздавать калорирусом москва не вмешаться хочу сказать спасибо Олегу всем Вам рад видеть в живую до свидания Первая практика у нас умная с пространством, сразу как для себя разместил запросы пространства, более прочувствовать пространство, эмоции. Те знания, которые я получил, буду вмещать, не вмещать, а буду, я вмещаю, и хочу, чтобы они у меня работали, и будут работать. Буду уделять этому внимание. Настолько это все здорово. Буквально сегодня утром я для себя в первующее состояние, которого мне не хватало. Настолько это у меня так просто здорово. Спасибо всем большое. Все зарядки буду вмещать на родных улицах. Вмещать. Морозов Антон. Ваши шеи гвозди. У меня тоже есть несколько слов, что я хотел поделиться. Но для меня получилось очень интересное такое время. И оно в первую очередь интересно получилось тем, что суперсерия была как некая сказка. То есть это некое путешествие, погружение. И потом, когда я выезжал после суперсессии, я первые 100 километров по дороге, я вообще был просто в какой-то... Как будто я из одной реальности, в какую-то другую переезжаю. И у меня было ощущение какого-то перехода. То есть я не понимал, что как-то происходит. И потом несколько дней я просто как-то вообще там был вне пространства. Так вот, здесь мне очень понравилось, как гармонично произошло совмещение реальности с... Ну вот именно интеграцией того, что мы делаем. И, ну, то есть как бы мы вот делаем что-то, а потом ты это пробуешь как вот в жизни, в реальности. То есть это такое вот хождение из одного, из одной точки в другую точку. То есть ты здесь что-то попробовал, пошел, там испробовал, вернулся. Что-то новое зачеркнул, пошел, вернулся. И вот особенно когда мы там по шкалам проходим, это было очень реалистично. И, ну, это прям, ну, это не просто там какой-то вот там в семье где-то там что-то погулять, пофантазировать. А это здесь именно проживание. И мне понравилось, что удалось это как-то еще и с телом совместить и прочувствовать это через тело. Ну вот, что у нас там экспромт такой получился. И это было прям очень жизненно. Наверное, для меня вот это очень ценное. Ну, помимо того, что там предложено упражнение. Ну, отдельное спасибо, конечно, за вот это вот хождение по диапазонам. Это было для меня, наверное, одно из самых ценных таких вот упражнений, где можно было прям себя в разных комбинациях почувствовать, проживать. И прям вот за это отдельная благодарность. Ну и, конечно, за то, что находясь здесь вот, в нашем коллективе, получилось именно походить и проживать разные состояния. То есть, если там на суперсессии, на суперсерии, это в основном была какая-то там эйфория, там драйв и еще что-то, здесь прям можно было разные состояния, их прям вот брать и их прям проживать. И так их легко довольно было отслеживать. И мы даже это как-то все, вот такую игру взяли, что мы встречаем друг друга. Ну, что у тебя там? У меня это... А, ты еще. Ага. А сейчас что? А сейчас... А, у меня вот это... Ну, в общем, так... Это было увлекательно. Ну, то есть, вот прям вот по диапазонам хождения мне прям очень понравилось. Ну, отдельное спасибо за то, что получалось, так скажем, не только... Ну, ты давал возможность не только делать упражнения строго по твоим инструкциям, а позволял еще немножко пошарить и привнести чего-то там, ну, какого-то своего опыта. И это, честно говоря, поддерживало и вдохновляло. Спасибо. Сейчас. Ну, это же Антон. Так, вручки наносили. Следующий. Человек издалека. Спасибо. После войны я сказал, что у меня больше вопросов осталось, чем ответов. Наверное, вот после двоя примерно то же самое. То есть... Не знаю, может быть, я еще просто не осознаю каких-то результатов. То есть, может быть, они себя еще проявят потом в реальной жизни. Вот. Может быть, усталость сказывается, поэтому все как-то видится как-то в таком, скажем так, не очень позитивном ключе. Ну, есть такое, в общем, желание, да, как бы добавить ложечку дегтя в вашу, вот липовый мед. Я понимаю, что, да, что, допустим, в таких шейлингах принято как-то любовь транслировать. Ей-е-е, всем привет, всем благодали. Вот. У меня сейчас просто, ну, такое немножко есть состояние, как бы, что то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Есть такое. Вроде люди замечательные, да? Субъек, ну, как всегда, молодец. Ха-ха-ха. 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 Ну, что-то типа того, да. Подлость, подлость, какую-то подлость сделать мне не хочется. Что-то такое вот... Скрытое, скрытое. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, придется, да. Такая враждебность. Что? Что-то засрать было Грифон. Ха-ха-ха. Да. Ну, я не знаю, ну, есть надежда, что я просто, что я просто в данный момент всего не осознаю, да, каких-то всех последствий, всех результатов того, что здесь происходило со мной, и что я выйду в большую жизнь, да, и там меня догонят какие-то осознания, там, какие-то... начнут происходить вещи, на которые я обращу внимание и пойму, что это, наверное, следствие того, что со мной происходило здесь. Может быть, просто я отдохну, выдохну и скажу, блин, это было классно. Ну, во-первых, это было, конечно, интересно. То есть, ну, такой херни я еще не творил в своей жизни, это сто процентов, да, то есть... И уж точно, если бы, ну, как бы, если бы мне сказали, что я бы такой херни заниматься, и я бы это все так посмотрел заранее, да, может быть, я бы и не приехал. Вот. Так, то есть, ну, это был такой прыжок неизвестный, да, такой прыжок веры. Ну, будь что будет, посмотрим. Ну, вот, так что, ну, было интересно наблюдать за этим, за тем, что происходило. Вот. Ну, к сожалению, не могу сказать, что я прям сильно много чего-то понял, вот. Наверное, вот в этом вся проблема на меня заключается, на данный момент. Я очень надеюсь, что я еще что-то пойму, да, как бы, и садюсь со всеми в экстазе. Ух, как это было классно. Вот. Ну, тем не менее, спасибо всем. Спасибо всем, во-первых, всем, что, ну, как бы, были рядом, да, делились чем-то со мной, позволяли мне чем-то делиться с вами, вот. Разделили эту тяжкую ношу, сидите втыкать там. Часами. Да, часами, непонятно зачем, вот. Ну, и, короче, я очень надеюсь, что станет понятно зачем, что станет понятно что, вот. И, ну, как бы... Ну, вот, сейчас хочется сказать спасибо лучше вы, да. Ну, как говорил Леонид Ильич Брежнев, я так махал. Спасибо. Спасибо. Надо ему еще одну танцевалку сделать. Не, я так не танцевал, больше не надо, спасибо. Да-да. Девушки в чёрке, да, не. Я после ещё одной такой кого-нибудь припишу, а, может, не на первых не помню, может, не на вторых не помню, а, может, а вторых не помню. Так, дежевицкая Дарья. Я сейчас пободрее скажу. Поднимите на пару полнов. Надо было с него начинать, а не с меня. Я вам просаживаю энергии. Нам анамана не переживает. А у меня на пару.